Она уже не выходит, боится. Воды перед крыльцом дома Людмилы Списивцевой, жительницы улицы Базарык, почти по колено. Вот кладовка, сарай, всё уже затопилось, затопилось всё полностью. Не лучшая ситуация и у остальных местных жителей. В том, что улица превратилась в бурную реку, люди винят не только сильные осадки и талую воду, но и газовиков. Газовики провели вот этот газ, вот это все лотки забили глиной. Не почистили до конца, всё замёзло. Мы пока вот эту трубу почистили, у меня ещё полчаса, у меня поласы бы плавали на воде. Больше двух часов понадобилось жителям, чтобы справиться со стихией. Но не успели люди остановить поток с одной стороны, вода хлынула к ним со стороны улицы Базарык. И всё пришлось начинать сначала. Впрочем, как утверждает местный квартком, в этой беде виноваты сами жители. Люди, которые на левой стороне канала живут, по левому берегу, они застраивают, засыпают берег, укрепляют, для себя делают, увеличивают свою землю вот этим способом. Они сажают деревья, мы можем сейчас проехать посмотреть, заливают бетон, и получается, что канал сужают. Размытые водой участки люди теперь пытаются закрыть мешками с песком, но вряд ли это надолго исправит положение. Подобная ситуация здесь уже была всего неделю назад. Из-за обильного дождя и резкого потепления поднялся уровень воды и в Кашкарате. В результате в микрорайоне Самал-3 оказались затоплены около двух десятков дворов. На ликвидацию затопа приехали сотрудники ЧАЭС, которые привезли более 300 мешков песка для укрепления берегов отводного канала и специализированную технику. И здесь, как говорят специалисты, одной из причин подтопления стали препятствия, необдуманно созданные самими жителями. На отводных арыках установлены трубы разного диаметра, мешающие свободному проходу воды. Ирина Притула, Толгат Примкулов, информационная служба телекомпании ОТРАР.